Аэропорт моды Именно она и является точкой пересечения этих несовместимостей. Я готова выявить для вас эту причинно-следственную связь. Кто из нас в конце 90-х не качался в гипнотическом экстазе под гранжевые аккорды песни «Танец душ»? А группы «Скрябин», которую называли украинским депешмот, именно в это время и встретили друг друга гитарист, аранжировщик, автор и соавтор многих песен «Скрябин» Рой Домишевский и Юлия Лорд. И вот они уже более 20 лет вместе. Сейчас Юлия как жар-птица поднимается из золотой пыли шоу-бизнеса Украины и пишет новый альбом «Черное билое». А где же котики? Спросите вы. Где розы? Непорядок. Дело в том, что ребята очень социально активны и участвуют в инициативе по спасению бездомных животных. А розы – давнее увлечение Юлии Лорд, которая погружается в поисках вдохновения или просто свое удовольствие. Правду говорят. Если человек талантлив, он талантлив во всем. Это также доказывает история создания костюма к новому клипу Юлии на песню «Вильни». Милош Форман как-то сказал. «Когда я заканчиваю съемки и сажусь за монтаж фильма, я готов продать душу за свежие глаза». Так и в случае с Юлией. Когда ты пишешь слова. Да. Музыку пишешь? Пишешь. В аранжировке участвуешь? Воскнувшись, она полностью осознала образ, в котором предстанет в новом музыкальном видео. И образ этот астронавт. Но не тот, который выходит в открытый космос, в огромном гермошлеме и с рюкзаком за плечами, а гламурный, немного инопланетный. Но где найти такой костюм? Бески у Юли не выбриты, как у меня. И вот тут свою роль сыграли розы и котики, ради которых Юлия отправилась в хозяйственный магазин. Да, звезды тоже ходят по магазинам. Увидев обычный защитный щит для глаз, мгновенно, мгновенно случился взрыв, зажглась лампочка. И Юлия окончательно поняла, как же завершить образ для ее нового видеотворения. Дизайнер и фотохудожник Олег Белый, с ним Юлия и работала над клипом, был в восторге. «Это оно!» – кричал он. И в свет в ближайшем будущем выйдет новое видео Юлии Лорд. Что я вам говорила? Быть сопричастным к арт-фэшн совсем просто. И делать это можно где угодно. Даже в хозяйственном магазине было бы желание. Творите, дерзайте! До следующего рейса в аэропорту моды!